Перед началом этого видео, как я и обещал, маленький конкурс на халявный пиар. В этот раз систему рандомного выбора комментариев выбрала пользователя под ником Капитан Райан. А, ну что ж, поздравляю и прошу поддержать его канал. Человек старается, снимает видосики, весплечки. Делал даже некоторые самоделки, как можно видеть. В общем, прошу поддержать его канал и передать привет от Алексчев Бликс. Ссылка будет в описании. Помните, что в акции участвуют только комментарии, написавшие хэштег «Хочу пиар» под моим самым новым видео на ютуб. Ну а теперь можно переходить к обзору. Всем привет, вы на канале Алексчев Бликс. Меня зовут Александр. Кстати, как вам мой новый динамический фон? Сегодня мы с вами рассмотрим, как бы это сказать, недомакет, полумодель, ну или наоборот, ни рыба, ни мясо, штурмовая винтовка компоновки буллпап модели М82 из серии игр «Киллзона». Штурмовая винтовка М82 является серийным образцом армии ISA. Использует патрон СПЦ калибра 6,8х43 мм. Кстати, в нашей жизни подобный патрон тоже есть. Разработан он фирмой «Ремингтон» для штурмовой винтовки ACR и других систем на базе AR-15. Данная винтовка была разработана компанией ISA Weapon Systems. Наибольшее распространение получила во времена Второй внесолнечной войны, но затем была заменена более современными образцами, например, такими как М55 «Рамблер». Конкретно данная версия винтовки конструктивно представляет собой AR-15, а если быть точнее, LR-300, переделанную по схеме буллпап. Хочу пожать мохнатую лапу всем тем, кто разрабатывал, продвигал и принимал на вооружение данный автомат в качестве штатного. AR-15 буллпап, Карл, вы серьезно? Значит, предлагаю поближе рассмотреть модель. Модель имеет очень круглый ствол, но и продолжение его как бы за газблоком. Также на газблоке мы имеем планки Пикатинни для крепления фонарей, ЛЦУ и всякого прочего. Также на газблоке мы имеем выступ для резинок. Да, это резинка стрел. Ну и также над всем этим расположен механический прицел. Значит, далее модель имеет четыре планки Пикатинни сверху, с боков и снизу. На нижнюю планку можно установить полностью рабочий тактический фонарь. Он реально работает. На верхней у меня некий аналог прицел и ядра. Ток почему-то он с зеленым фильтром, хотя должен быть с красным. Ну да ладно. Далее идет рабочий спусковой механизм. Переводчик режимов огня почему-то только имеет две позиции. Предохранитель и огонь. И то только на одной стороне. На второй нету. Не понимаю. Рукоятка довольно удобна для ухвата, но мне нравится больше рукоятки без вот таких вот всяких выступов. Далее идет рабочая кнопка сброса магазина. Ну и собственно сам магазин. Как бы спаренный. Ну да, изолента наша все. Ну в принципе, как бы игрового аналога. Ну хотя бы окна выброса гильз додумались сделать на двух сторонах. Чтобы не ловить раскаленную гильзу собственным фейсом. А теперь давайте из нее постреляем. Не, что-то как-то слишком скучно. Вам не кажется? По-моему пора добавить эффекта. По-моему пора добавить эффекта. На этом мое видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. И помните, что каждый ваш лайк дает плюс 10 к защите от пуль хеллгастов. А каждая ваша подписка на канал увеличивает шансы людей на победу. И так как у меня теперь реальной работы стало больше, а времени на разработку все меньше, то думаю делать вот такие вот макеты. Плюс ко всему у лего моделей есть такие моменты, которые в корне нельзя сделать рабочими. Также, если вы играете в какие-нибудь стрелялки, ну там CSGO, Battlefront, GTA, Stalker, неважно, то просьба прислать панорамный динамический фон. То есть, от первого лица без оружия и интерфейса в качестве Full HD длиной 1-2 минуты. Можно также снять с четырех сторон спереди, с боков и сзади. На фоне не должно быть двигающихся врагов или NPC, но если они все же есть, они не должны по вам стрелять. Если фон как бы вдаль, то вообще идеально. Записать фон можно программами OBS или FRAPS. Думаю, объяснять где их качать не надо. Моя почта на ваших экранах также будет в описании. Причем, не обязательно из игр. Это могут быть какие-то статичные съемки реальных мест, но они должны быть неподвижными и в более-менее приличном качестве. Думаю, нормальные камеры есть у большинства. Всем удачи и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин